Много лет назад мой прапрапрадедушка впервые взял в руки экземпляр книги Мормона. Он раскрыл ее на середине и прочитал несколько страниц. Затем он объявил, что эта книга была написана или Богом, или дьяволом, и я собираюсь выяснить, кто написал ее. В течение следующих десяти дней он перечитал ее дважды, а затем объявил, что дьявол не смог бы написать эту книгу. Она должна быть от Бога. В этом гениальность книги Мормона. В ней нет никакой двойственности. Это или слово Бога, или, как утверждается, полное мошенничество. Эта книга не претендует на то, чтобы быть просто нравоучительным трактатом или теологическим комментарием, или собранием литературных произведений. Эта книга претендует на то, что это слово Бога. Каждое предложение, каждое слово. Джозеф Смит заявил, что ангел Бога направил его к золотым листам, которые содержали письмена пророков Древней Америки, и что он перевел эти листы божественной силой. Если эта история правдива, то это священное писание. А в противном случае это изощренный, но тем не менее, дьявольский обман. Карл Льюис говорил о подобной дилемме, встающей перед тем, кто должен сделать выбор — или принять, или отвергнуть божественного спасителя. Цитата. Не отрешитесь от этой высокомерной бессмысленницы, будто он был великим учителем-гуманистом. Он не оставил нам возможности думать так. Конец цитаты. Подобно этому, нам необходимо сделать простой выбор по отношению к книге Мормона. От Бога ли она или от дьявола? Другого пути нет. На мгновение я предлагаю вам пройти тест, который поможет вам определить истинную природу этой книги. Спросите себя, приближают ли вас следующие священные писания из книги Мормона к Богу или к дьяволу? Первое. Насыщайтесь словами Христа, ибо вот слова Христа скажут вам все, что нужно будет вам делать. Или вот эти слова любящего Отца к своим сыновьям. И ныне помните, сыновья мои, помните, что на камне нашего Искупителя, который есть Христос, Сын Божий, вы должны построить ваше основание. Или эти слова пророка. Придите ко Христу и усовершенствуйтесь в нем. Возможно ли, чтобы автором этих утверждений из книги Мормона был дьявол? После того, как Спаситель изгнал бесов, фарисеи утверждали, что Он сделал это силой Вильзевула, князь Еввесовского. Спаситель отвечал, что за такое вывод был бессмысленным. «Всякое царство, — сказал Он, — разделившееся Само в Себе, опустеет, и всякий дом, разделившийся Сам в Себе, не устоит». И вот его заключительные слова. «Если Сатана Сатану изгоняет, то Он разделился Сам с Собою. Как же устоит Царство Его?» Если только что упомянутые Священные Писания из книги Мормона учат нас поклоняться Спасителю, любить Его и служить Ему, что они и делают, как они могут быть от дьявола. Если это так, Он был бы разделен Сам с Собою и таким образом разрушил бы свое собственное Царство. А этого, по словам Спасителя, быть не может. Искренне непредвзятое чтение книги Мормона приведет читающего к тому же самому заключению, которое сделал мой прадед, а именно дьявол не смог бы написать эту книгу. Она должна быть от Бога. Но почему книга Мормона настолько важна, если у нас уже есть Библия, которая учит об Иисусе Христе? Вы когда-либо задавались вопросом, почему сегодня в мире существует так много христианских церквей, если они черпают свое учение из одной и той же Библии? Это потому, что они по-разному интерпретируют Библию. Если бы они интерпретировали ее одинаково, то все они были бы одной церковью. Потому что, если это не то, чего желает Господь, поскольку апостол Павел провозгласил, что есть один Господь, одна вера, одно крещение, чтобы помочь создать это единство, Господь установил божественный закон свидетельств. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Библия — это одно свидетельство об Иисусе Христе, а книга Мормона — это другое, еще одно свидетельство о нем. Почему это второе свидетельство является решающим? Помочь может следующая иллюстрация. Сколько прямых линий вы можете провести через одну точку на листе бумаги? Ответ — бесконечное количество. На мгновение предположите, что эта точка представляет собой Библию, и что сотни этих прямых линий, проходящих через нее, представляют различные интерпретации Библии, и что каждая из этих интерпретаций представляет отдельную церковь. Однако, что происходит, если на этом листе бумаги появляется вторая точка, представляющая книгу Мормона? Сколько прямых линий вы сможете провести между этими двумя контрольными точками — Библией и книгой Мормона? Только одну. Только одна интерпретация учений Христа может существовать благодаря подтверждению этих двух свидетельств. Снова и снова книга Мормона действует как подтверждающее, разъясняющее, объединяющее свидетельство учений, преподанных в Библии о том, что есть только один Господь, одна вера, одно крещение. Например, некоторые люди находятся в замешательстве относительно того, существенно ли крещение для спасения, даже при том, что Спаситель объявил Никодиму, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Книга Мормона, однако, устраняет все сомнения на эту тему. Цитата. «И Он заповедует всем людям покаяться и креститься во имя Его, иначе же не смогут они иметь спасения в Царстве Божьем». Конец цитаты. Сегодня в мире существуют различные способы крещения, даже при том, что Библия описывает нам образ, по которому крестился Спаситель, наш величайший образец. Он тотчас вышел из воды. Смог бы Он выйти из воды, если сначала не опускался в нее, чтобы предотвратить любые разногласия по этому вопросу. Книга Мормона описывает учения относительно надлежащего образа крещения, и тогда вы погрузите их в воду. Многие полагают, что откровения прекратились со времен написания Библии, даже при том, что сама Библия — свидетельство Божьего образа откровения на протяжении более четырех тысяч лет человечества. Но одно неверное учение вроде этого, напоминает выставленные в ряды, приведенные в движение домино, падение которых костяшек вызывает цепную реакцию, или в этом случае утрату верных учений. Вера в прекращение откровения от Бога привела к утрате учения о том, что Бог тот же самый, вчера, сегодня и вовеки, а также к утрате учения, открытого Амосом, о том, что Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны и рабам своим пророкам, а также к утрате учения о том, что Бог нелицеприятен. И таким образом говорит со всем человечеством во все времена. Но, к счастью, книга Мормона подкрепляет библейскую истину о непрерывном откровении. «И еще говорю вам, отвергающим откровения Божьи и говорящим, что они были прекращены, что нет откровений, не считаем ли мы, что Бог тот же, вчера, сегодня и вовеки». Другими словами, если Бог, который неизменен, говорил в древние времена, Он будет так же говорить и в наше время. Список подтверждений и разъяснений учения продолжается и продолжается, но нет ничего более сильного и действующего, чем проповеди об искуплении Иисуса Христа, в книге Мормона. Хотели бы вы, чтобы в вашей душе появилось печать неоспоримого свидетельства, что Спаситель опустился ниже ваших грехов и что нет такого греха, такого испытания смертной жизни, которое бы оказалось за пределами милосердной достигаемости его искупления? Тогда почитайте книгу Мормона. Она научит вас и будет свидетельствовать вам, что искупление Христа бесконечно, потому что оно очерчивает, охватывает и превышает каждую предельную слабость, известную человеку. Именно поэтому Мормон сказал, «Вы будете иметь надежду через искупление Христа». Неудивительно, что книга Мормона смело объявляет, «И если вы веруете во Христа, то поверите этим словам, ибо они слова Христа». Вместе с Библией книга Мормона — это необходимое свидетельство учений Христа и его божественности. Вместе с Библией она учит всех людей творить добро. И вместе с Библией она приводит нас к одному Господу, одной вере, одному крещению. Именно поэтому книга Мормона столь важна в нашей жизни. Несколько лет назад я посетил одно из наших церковных собраний в Торонто, Канаде. Выступающей была 14-летняя девочка. Она сказала, что обсуждала вопросы религии с одним из ее друзей в школе. И ее друг сказал ей, «К какой религии ты принадлежишь?» Она ответила, «К церкви Иисуса Христа святых последних дней или Мормонам». Ее друг ответил, «Я знаю эту церковь. Я знаю, что она неистинная». «А как ты это узнал?» спросила она в ответ. «Потому что», — сказал ее друг, «Я провел исследование». «Ты читал книгу Мормона?» «Нет», — она услышала в ответ. «Не читал?» Тогда эта милая девочка ответила, «Тогда ты не исследовал мою церковь, потому что я прочитала каждую страницу книги Мормона. И я знаю, что она истинна». Я также прочитал каждую страницу книги Мормона снова и снова. И я приношу мое торжественное свидетельство, как мой прапрадед, что эта книга от Бога во имя Иисуса Христа. Аминь. Отков. ВОЛНСКОГО в «Я». Сует... Отков. Существа. Продолжение следует...